Я в прошлый раз, рассказывая про всякие штуки, про замыкания, про метрические генераторы и про декоратор, упустил две вещи. Одна вещь довольно важная, причем я ее упустил довольно давно. Поэтому сегодня будет сначала немножко такая отдача долгов за прошлый раз. Я почти уверен, что я это не говорил. Помните, у нас во многих, многие элементы данных имеют так называемые циклические конструкторы. Мы можем циклическо сконструировать список. Ну, надо же, там какое-то буйное происходит. Вот. Да, вот вроде такого что-нибудь, да? То есть, вот мы можем циклически сконструировать список, мы можем циклически сконструировать множество, словарь. Ну, только кортеж не можем. Вот. Так вот, фишка состоит в том, что если мы соорудим нечто похожее на циклический конструктор кортежа, с виду, то бишь в круглых скобочках, то мы внезапно получим некую вычисляемую последовательность, собственно, генератор. По-моему, я про это не рассказывал, когда рассказывал про генератор. Мы можем задать генератор как функцию, да, то есть, мы можем написать функцию, которая порождает генератора, да, такую фирму генератора. А можем генератор создать прямо вот так, не сходя с места. Это самый настоящий генератор, вот, у него все как надо. Он такой же одноразовый, он является последовательностью, естественно, как все генераторы. Короче говоря, такая веселая конструкция для того, чтобы по-быстрому создать вычислимую последовательность из подручных средств. В частности, если вы, например, написали какую-то функцию, ужас, от нескольких параметров, ну, вот, прямо вот так вот, да, или даже не так, пускай будет ABC. Что-то тут не то, вот, даже если вы написали функцию какую-нибудь, вы можете, как вы помните, вставлять туда любую последовательность, скажем, да хотя бы и такую, да. Вот, а можете вставить и тот самый, тот самый циклический генератор, вот, да, что-нибудь типа такого. Что-то у меня не работает. Да что ж такое. Вот. Скобочку забыл закрыть. Ну вот, да. Более того, в некоторых случаях, когда вы передаете, собственно, последовательность, эти скобочки не нужны. То есть, мы можем написать что-нибудь, что-нибудь в таком духе. Кстати, а можем ли? Да, посмотрим. Типа ABCD равняется вот такая. Да, не можем. Так, не можем. А вот если мы вызываем функцию, то можем. Да. Вот. Вот. И если мы здесь, здесь подставим, подставим, вот сюда подставим наш циклический генератор, то мы можем его делать уже без скобочек. То есть, в тех случаях, когда интерпретация, в тех случаях, когда интерпретация, интерпретация нашего циклического генератора не зависит от наличия скобочек, их можно опускать. Вот. Это первое, что я забыл. Значит, для того, чтобы создать вычислимую последовательность из подручных средств, не храня ее в списке, не храня ее в кортеже, вот, используется такой конструктор. А вторая вещь, она существенно более замороченная, которую я забыл рассказать. Эта вещь называется параметрические декораторы. Вот. Значит, сейчас я попробую что-нибудь такое изобразить на этот счет. Идея в следующем. Значит, ну, декораторы у нас уже были. Мы знаем, что декоратор – это такой конструктор функций. Мы ему передаем функцию, а он ее обмазывает каким-то дополнительным значением. Вот. Ну, например, я не знаю. Вот такой декоратор реп 5 у нас будет повторять вызов функции 5 раз. Да? Вот. Дев new fun. Fun. Вот. Значит, ну, скажем, звездочка args, это неважно. Вот. Дальше что делаем? Return. Ну, и что-нибудь такое. Fun, звездочка args, for и in range от 5. Во. Return new fun. Насколько вы помните из прошлой лекции, мы можем написать что-то типа такого, где fn от, там, раз, два, три, что я говорю, abc return a умножить на b плюс c какой-нибудь. Ну, неважно что. Вот. И для того, чтобы обмазать ее декоратором, мы можем либо написать fn равняется rep 5 от fn, что, в общем, понятно, да? Теперь у нас функция fn на самом деле это вот эта функция, которая повторяет вызов. И, кстати, сказать, видимо, при помощи замыкания помнит ссылку на объект функция fn. Вот. Давайте попробуем. Вот. Либо, что, в общем, интереснее, написать декоратор, в смысле, конструкцию под названием декоратор, написать вот так. Задекорировать нашу функцию, обмазать. Мне очень нравится слово обмазать, потому что оно очень хорошо соответствует вот этому. Вот. Или обмотать, если хотите. Вот. Задекорировать нашу функцию fn, нашим декоратором rep 5, и вот получится то же самое. Да? То, что я написал только что, и то, что у меня получилось сейчас, совершенно эквивалентная картинка. Ну, так вот. А если я хочу повторять не 5 раз, а n раз? Ну, видимо, мне надо написать какую-то штуку, которая выглядела бы примерно так. Примерно так. Rep тут, собственно, от n. Ой, извините. От n. Вот. И дальше вот эта штука, это такой декоратор, который повторяет мою функцию, вызов моей функции fn n раз. Ну, вот, rep 5, как видите, складывал список. Сначала кажется, что нужно придумывать какие-то страшные синтаксические конструкции, чтобы вот этот параметрический декоратор как-то реализовать. Но давайте вглядимся в него. Что это, собственно, такое? Вот эта строчка, это что выделенная? Ну, с точки зрения питона, что здесь написано? Нет. Это если бы я вот так сказал, то это был бы правильный ответ. А я говорю, вот это что такое. Это просто вызов функции. Совершенно справедливо. И когда мы писали, когда мы писали rep 5, это было обращение к объекту rep 5. Просто непосредственно. Когда нам писали rep в скобочках от n, это значит, что мы вызвали нечто под названием rep. То есть, вот эта штука rep, это такая функция, которая должна нам возвратить что? Декоратор. Правильно? То есть, получается такая вещь. Def rep от n. Значит, она должна возвратить декоратор. Давайте определим этот декоратор. Def декоратор от fn. Как полагается. Дальше вот это все скопируем. Вот. Кроме того, что вот тут вот у нас было 5, а теперь это будет n. Не здесь. А здесь у нас return, собственно, декоратор. Ну что, давайте поскрепим мозгом над этим. На самом деле, ничего, на самом деле, вот такого, и такого тоже. Ничего нет в этом. Смотрите, мы вместо того, чтобы у нас же тут было написано что? Типа rep 5, да? 5. Было вот так написано. Rep 5. И это обращение к объекту rep 5. Rep от n – это вызов функции под названием rep. Поскольку к этому вызову применяется конструкция декоратор, значит, функция rep должна возвращать декоратор. Окей, она будет возвращать декоратор. Ну а дальше заведенным путем. Продолжение следует... Только здесь не n, конечно, а скажем 10, да? Вот. Пробуем. Дынц. Где-то я ошибся. А, вот здесь вот. Сейчас, вот тут, вот, вот тут. Вот тут будет фан. Угу, спасибо большое. У-ху! It works. Вот. Ну, понятно. Тут n – это если бы я написал вот так вот, да? Там n равно 7. Тогда бы здесь можно было написать. Это просто вызов функции rep с параметром n. Больше ничего. Вот. Я потом положу в план лекций статью на хабре, в котором еще описан декоратор, который конструируют декораторы. Декорируют декораторы. Декоратор. Ну, короче, такое. Вот. Я не стану этим уже напрягать ваш мозг, потому что, на мой взгляд, и это уже достаточно замороченная штука. Хотя, опять же, если взглядеться, все просто. Да? С точки зрения, собственно, самой конструкции, совершенно очевидно, что если здесь был просто объект, то здесь вызов коллабл объект, который возвращает декоратор, который применяется к функции fn, и который дальше работает. Вот такие дела. И это то, что было в прошлый раз не сказано. А сейчас у нас большая-большая новая тема. Я решил начать с нее. Файлы отложу на потом, потому что по файлам проверяемого домашнего задания очень тяжело сделать. Это уже будет одно из последних занятий, где домашки не будет. А у нас большая новая тема называется объектная модель в питании. Пожалуй, в питоне третьем, особенно в третьем, наиболее прозрачная из всех объектных моделей, которые я видел вообще в разных языках программирования. То есть, все происходит совершенно естественно. Местами эта естественность так, как это правильно сказать, довольно изящно склеена, а местами она прямо вот сама собой происходит. Мы с вами уже знаем, что все объекты в питоне рождаются с инкапсулированными в них методами. То есть, какой бы мы ни задали объект, вот, у него, ему можно сказать, дир, и обнаружить в нем целую кучу методов. Ну, вернее, полей. Я не знаю, был у нас этот разговор, даже если был, стоит повторить. Между термином поле и термином метод есть такие межглючные взаимодействия. Дело в том, что, вообще говоря, полем называется любой инкапсулированный объект. Да, то есть, любое имя инкапсулированное в любое другое имя. Вот у нас есть, скажем, L, у L есть поле count, вот, потому что так устроено пространство имен. А одно имя вложено в другое. А словом метод, словом метод обычно называется поле, которое callable, то есть, которое можно вызвать как функцию. Вот. То есть, у нас есть, как бы, поля, и есть специальный callable поля, они же методы. Чтобы, значит, окончательно запутать людей, которые этим занимаются, обычно полями называют те поля, которые не callable. Вот. Ну, не знаю, я привык считать, что поля – это все, да, все, что есть внутри объекта, это поле. Ну, внутри пространства имен объекта – это его поля, его поле. Вот. А если, если прямо вот у нас callable, сейчас, из, нет, просто callable, да, callable или точка count, то это метод. Ну, скажем, если у нас есть какое-нибудь число, ну, не знаю, там. Вот у нас есть, допустим, комплексное число. Так вот, у него не все поля являются методами, потому что, вот, по-моему, вот это поле и это поле, они вполне себе, вполне себе, только и, вполне себе числовые. false, ну, потому что это просто, это просто, извините, это просто, просто, просто float, да, вот. А вот какой-нибудь там, не знаю, трудив, это, разумеется, разумеется, метод. Вот. Ну, и, соответственно, он callable. Скобочка лишняя. Соответственно, он callable. Вот. Значит, и так все вообще объекты в питоне, они рождаются сразу с полями. Вот. Единственное, что далеко не во всякий объект питона вы можете сами вручную вписать поле. Ну, скажем, вот так вы написать не можете. Вот. И вообще ни в какой стандартный объект, написанный на C, для скорости. Вот те объекты, которые у вас по умолчанию в питоне, они написаны, ну, в том питоне, которым мы пользуемся, обычно. То, что называется C-питон. Так вот, они все написаны на C. И в них, конечно, поле не добавишь. Да, там. Нельзя добавить. Вот. Правда, можно добавить поле в объект, написанный на питоне. Ну, например, у нас какой-нибудь функция как-нибудь определенная, не определенная. Где fun pass? Вот. Вот в объект, написанный на питоне, можно добавить поле. Вот, видите? Непонятно, что с ним делать. Но вот оно там есть. Непонятно, зачем в объект функцию добавлять поле. Ну, можно, оно написано на питоне. Вот. Если ваша задача создать отдельный namespace, отдельный, инкомсулированный через точку с каким-нибудь именем, то, конечно, вы можете задать для этого функцию, которая ничего не делает. Вот. Но это, конечно, неправильно. Вместо этого, правильнее создать питоний класс. Вот. Вы пишете что-нибудь такое. Класс C. Пасс. Пасс — это означает ничего не делать. Вот. У него по умолчанию какое-то количество полей есть, но это все, как видите, поля, спецполя, потому что они начинаются на два подчеркивания. Вот. И вот с этим объектом типа класс можно делать, что хотите. В него можно добавлять поле. Ну, традиционно new, да. Вот он, сейчас. Вон оно. С этим полем, может, что хотите делать. Вот. Короче говоря, вот таким образом описанный простейший класс на питоне, где он тут у меня, вот он, простейший класс на питоне, можно использовать как хранилище просто имен, как именованное пространство имен. Вот. Это, кстати, не такая дурная затея, какой может показаться поначалу. Представьте себе ситуацию. У вас есть какая-то программа, которая что-то делает с этим объектом, вызывает его методы. Ну, не знаю, вот там, игрушка. Типичная ситуация, игрушка. Угрушка есть экранчик заставка, игровой процесс и два экранчика заставки, и два экранчика окончания. У тебя, как бы, game over и, там, you win, да. Потом снова экранчик заставка. Значит, все четыре вот этих класса, да, они примерно одинаково устроены, у них одинаковые внутри должны быть функции, там, показать экран, нарисовать движущиеся объекты, отрисовку, вот это все. Вот. И вы, соответственно, можете написать вашу игровую программу таким образом, что вы просто и по очереди передаете вот эти классы, и из этих классов вызываются соответствующие имена. Вот. То есть, фактически, вы заводите несколько пространств имен с одинаковыми, с одинаковым содержимым, и просто оттуда вызываете соответствующий объект и пользуясь соответствующими полями. Вот. Бывает удобно. Хотя, конечно, классы придумывались совсем не для этого. Но, тем не менее, вот вы можете положить что угодно в класс, вы можете, кстати, у нас есть функция fun, да, какая-то, она, правда, ничего не делает. Давайте новую сделаем. Дев, fun, ab, return, давайте для красоты вот так, return, a умножить на 2 плюс b. Вот. Вы можете функцию туда положить. Можете написать c, fun, равняется fun. Вот. c, t, fun. Такая функция. Вы можете вызвать. Вот. То есть, с точки зрения, собственно, структуры организации объектов, когда вы создаете класс, вы просто создаете какой-то объект на питоне, в который можно что хочешь положить, как пустой горшок. Вот. Все бы это было, конечно, ну, как это правильно сказать, непонятно зачем, ну, за исключением того, что, да, повторяю, именованные пространства имен. Это, на самом деле, довольно, еще вот для чего нужно. Представьте себе, что у вас вот таких пространств имен, ну, не знаю, там, 7. И в каждом из них по 20 имен. В случае, если вы их все линейно разложите сюда в globals, у вас этот dir будет, ну, соответственно, на 70 символов больше. А если вы их сделаете иерархически, то есть, инкапсулируете в имена классов, да, то у вас будет 7 классов в каждом классе по пространству имен. То есть, еще и обозримое пространство получится, и namespace clash не получится. Ну, в общем, бывает нужно просто запрятать имена иногда в отдельно именованные namespace. Вот. Но, конечно, это не самое главное. Как мы все знаем, класс — это что? Это нечто по образцу и подобию чего можно создать экземпляр класса, объекта. В питоне, смотрите, класс можно вызвать, и он, знаете, что сделает? Правильно создаст экземпляр этого класса. Давайте мы по умолчанию сделаем вот так вот, напишем, опять же, класс C, pass. Вот. И попробуем, значит, C у нас имеет вот такой тип, давайте мы его даже вот так скажем. Он скажет, это класс, ну, это тип такой. Че? А теперь давайте сконструируем что-нибудь в C. Вот, смотрите. Он говорит, что мы сконструировали объект типа C. Ну, давайте даже вот так скажем. Вот. Теперь давайте разбираться с полями класса и полями сконструированного объекта. Поскольку объект является экземпляром класса, то через него, сквозь него, видно все, что лежит в классе. То есть, если мы, например, возьмем и в класс добавим какое-нибудь поле, ну, не знаю, там, C.field равняется 100500. То это же поле будет видно и в объекте. Вон оно. Кстати сказать, если теперь мы сконструируем еще один объект типа C, да, в нем тоже будет поле field. Понятное дело. Видно. Это поле класса, которое видно из объектов. То есть, если мы сейчас перебьем это поле и напишем тут что-нибудь типа field равняется не 100500, а 42, то, естественно, это поле класса будет видно из каждого объекта вот так. Здесь есть небольшая засада, которая состоит в следующем. А вот если мы создадим поле в объекте, то в каждом объекте оно будет уникальное. Поле классно видно из всех объектов. А поле в объекте, оно уникальное для каждого объекта. То есть, если мы напишем C, там, new равняется, ну, не знаю, там, что-нибудь вот такое, то у нас в C в объекте это поле будет, вот оно. А в остальных не будет. Здесь нету. Ну и в классе, разумеется, нету. То, что мы создаем в классе, видно отовсюду. То, что мы создаем в объекте, это личное дело объекта. Обратите внимание, что я просто напихал туда поля, ничтоже сумняшся, создал внутри пространство имен под названием C маленькое в данном случае, инкапсулированное имя под названием n. Понятно, что, что бы мы с ним не делали. Ну, в общем, понятно. Вот. Засада кроется вот где. А что будет, если я в объекте задам поле, которое называется так же, как поле класс? Ну, по всей видимости, оно должно загородить поле класса и создаться, ну, как локальные глобальные переменные. Помните? Да? То есть, если мы напишем что-нибудь типа b, b.field равняется, ну, не знаю, там, раз, два, три, четыре, пять, то тем самым мы создали специальное поле внутри объекта b, и это означает, что теперь у нас поле класса, поле объекта, поле класса 42, вот оно, а поле объекта в объекте b, оно локальное, и оно равно чему-то другому. Это не очень удобно. Нам всегда надо следить за тем, чтобы те поля, которые мы видим в объекте, ну, они уже перебиты, они в объекте, или мы видим сквозь них поле класса. Вот это вот вещи, которые, за которыми следить очень тяжело, не хочется, и мы сегодня поговорим о том, как этого не делать. Да? Смотрите, какого типа, какого типа, какого типа у нас это поле? Целочисленное. Целочисленный объект у нас константный. Такая вот, такого рода надпись означает буквально следующее. Создать новый объект, который будет равен 43, и поименовать именем cField этот самый объект 43. Тем самым мы перебиваем поле класса и поле field в тех объектов, которые не завели своих собственных. То есть у нас bField, естественно, останется 1, 2, 3, 4, 5, а c маленькая field у нас тоже перебилась. Да? И если мы сейчас сконструируем новый объект, d равняется c, то в нем тоже будет вот это, тоже будет 43. Я ответил на вопрос? Вот. Этот, давайте пока этот момент оставим, просто будем помнить, что если мы не озаботились тем, чтобы заранее напихать в наши объекты локальные поля, то есть поля объекта, то сквозь них видны поля классов, и с этим могут быть проблемы. Вот. Да? А вот когда мы создавали поле field, которое уже как бы было, да? Мы создаем новое поле, или мы изменяем значение поля, которое было у него от c? В смысле, это не равносильно, как мы, например, у нас была переменная a, равнялась 5, мы написали a равно 6. Мы же не создаем новую переменную, и назначаем ее 6. Да, вы действительно полностью неправы. Мы действительно не создаем новую переменную, и не обозначаем ее 6. Мы создаем новый объект 6, и называем его именем a. Соответственно, вот все, что здесь написано, иллюстрируют ровно ту же идею. В питоне нету никаких перемен, в питоне есть имена. Соответственно, объект класс c – такое пространство имен. И объект c, d и b – это тоже такие пространства имен. Они обладают волшебным свойством, что если мы в эти пространства имен не положили свои собственные внутренние поля, то есть не завели там еще имена, то сквозь них видно пространство имен класса. Таким образом, у нас сейчас есть что? У нас есть b, у которого есть свое собственное поле филд, c, у которого нет своего собственного поля филд, и мы видим сквозь него поле класса, и d, у которого нет своего собственного поля филд, и мы видим сквозь него поле класса, собственно, вот это. Вот. Я ответил на ваш вопрос? Вот. То есть будьте аккуратны в формулировках, да? Потому что иначе довольно быстро можно запутаться. Мы поговорим еще о том, как этого избежать, как напихивать во все объекты все нужные поля локально, чтобы они там были и чтобы поле класса только в редких случаях было видно. А пока что пойдем дальше. Если получается демью плюс 1, то это совершенно спрямливо. Если мы напишем вот так. То мы, собственно, опять-таки что делаем? Это означает, что мы вычисляем объект, который равен дфилд плюс единичка. Дфилд на момент вычисления этого объекта смотрит в поле класса. У нас нет еще соответствующего имени. А вот теперь, ну давайте проверим, а то вдруг я ошибся. Ну мне кажется, что я прав. Да. Но вот теперь, после выполнения этой операции, у нас создается локальное имя, имя в локальном на имспейсе D, в смысле имя на имспейсе D, которое называется field, и ему-то, собственно, и присваивается результат. В смысле им-то, собственно, и называется результат. Все правильно. Гораздо интереснее, гораздо интереснее, что будет, если мы засунем в... Да, кстати сказать... А, нет, ничего. Гораздо интереснее, что будет, если мы засунем в класс функцию, а потом посмотрим на нее из объекта. У нас тут есть какая-то функция, по-моему. Нету. Нету. Ну давайте определим. Дев фун от аркс. Помните, да, что это делает? Это функция, которая принимает призвольное количество параметров. Вот. Все на все. И выводят, ну, в данном случае, она их выводит. Если мы сейчас сделаем вот так. С фуны равняется фун. Теперь у нас появилась в каждом... Ну, дайте так, с точкой фуны. Это все одна и та же функция. Вот. Вот она у нас в пространстве имен класса лежит. Она же появилась в пространстве имен объекта. Вот она. Все вроде нормально. Да, мы можем вызвать с точкой фуны. Можем написать вот так вот. Там раз, два, три. Все нормально. Но. Когда мы смотрим на функцию, лежащую в классе, через объект, она волшебным образом преобразуется. Ну, давайте проверим. С большого фуны. Фанкшн. Д фуны. Опа. Какой-то совершенно другой объект. Интересно, он вообще коллабл? Да, вроде коллабл. Дайте его вызовем. Оказывается, когда мы смотрим на функцию, она же метод класса, сквозь объект, мы видим принципиально другой объект, который тоже является функцией. Ну, в смысле, тоже коллабл. Который можно вызвать. И при вызове которого вызывается наша исходная функция, как мы могли заметить, вот этот принт. Где он? Вот этот принт. Только ей передается на один параметр больше. В качестве первого параметра передается что-то, догадайтесь, что. В смысле, в качестве нулевого. А все остальные параметры, которые мы, собственно, ей передали, передаются в качестве первого, второго и третьего. Глупый вопрос. Как вы думаете, что передалось вот этой функции фун в качестве нулевого параметра? Сам объект D. Слово self — это всего лишь конвенция. Вот что нам передалось. Смотрите. Видите совпадение? То есть, когда мы вызываем нашу инкапсулированную функцию как метод из объекта, этой функции приписывается в начало в качестве первого параметра, нулевого параметра сам этот объект. Вот. Именно поэтому, когда мы наблюдаем функцию сквозь объект, это не функция, а уже такой bound метод. Вот. Именно поэтому, ну, нет, а вот зачем это нужно, сейчас расскажу. Хотя, в общем, вы можете сами догадаться. Тем самым, получается, вот какая штука. Смотрите. Ну, давайте вот, сейчас скажем, класс все тот же C, определим в нем функцию, фун, вот. Да, давайте вот что. Давайте для начала договоримся о том, что мы не обязаны сначала создавать пустой класс, а потом туда насовывать функции. Это неудобно. Мы можем воспользоваться вполне себе очевидным синтаксисом, вот, и сделать это так. Да? А, да? А что было бы, если бы мы функцию, ну, начали менять? Функцию менять? Да, саму пункт, не то, чтобы мы положили класс. А что значит менять? Продиктуйте командную строку. Ну, дэв пункт, а что там, а может что-нибудь. Сейчас. Вы уверены, что если я, дэв, фун, там, не знаю, а, запятая, б, пас, вы уверены, что я что-то изменил тем самым? Ну, функция же изменилась, сама функция... Нет, конечно. У нас имя фун теперь указывает на другую функцию. Да, а, ц... А мы это не меняли же. Она останется то же самое. Ну, разумеется, а куда она денется? Мы просто, мы просто, смотрите, когда мы пишем такую штуку, мы просто перекидываем имя на другой объект, который мы только что сконструировали. Вот и все. То есть, смотрите, у нас, у нашей функции, той функции фун, вот этой функции фун, да, было сейчас как минимум два имени. Это имя фун, да, и имя цфне. А теперь осталось одно. Это можно, кстати, проверить, если хотите. Давайте это сделаем. Так давайте восстановим, как было. Значит, класс c, пас, да, defun от ab print ab c.fne равняется fun import sys sys . что там getref что ли getref count от fun 3 Ну, вы помните, что getref count возвращает на единичку больше, потому что, собственно, почему их три? Это фун, первая ссылка это имя фун, вторая ссылка это цфны, а третья ссылка это вот это. Собственно, локальное имя внутри функции getref count. Если мы сейчас перебьем имя фун и скажем, фун равняется lambda, то все, на одной имя меньше стало. Я думаю, что нет, давайте попробуем. не, как было два, так и осталось. Понятное дело, потому что мы сквозь объект что видим? Поле класса. Мы же не прибивали туда специально эту функцию фун, мы сейчас ее туда можем прибить, но зачем? Будет много неразберихи. Понятно, нет? Ну, то есть, вот смотрите, да. Кстати, почему тут один, это хороший вопрос, я не знаю. При мне первый раз getref count выдает единичку. Вот. Это все одно и то же поле класса. Поэтому он один. Мы можем его перебить, мы можем сказать, что типа d точка фуны равняется 42. И упс, это уже будет совсем другой объект. Он даже будет не коллаба. А вот цифуны, ну, ц-то нету, b. b фуны все будет продолжать быть функцией. Ну, балмир. Возвращаемся еще раз к, возвращаемся еще раз к заданию, да, чтобы, давайте выйдем, войдем, чтобы не мусорить. Итак, я уже сказал, что не обязательно подсовывать, подсовывать содержимое класса в класс после его создания в пустом виде. Можно прямо здесь, при объявлении класса, задать, ну, скажем, дев, ну, скажем, какое-нибудь поле, field, там, 100500, и какую-нибудь функцию, она же метод, дев, метод. У метода должен быть, как минимум, один параметр. Почему? Это тот самый параметр, который подсовывается, когда мы вызываем его через, через, через экземпляр, да? Вот. его принято называть self. Принято. Но не обязательно. Это просто такое имя. Это такая договоренность, что первый параметр называется self. Вот. Ну и, допустим, a, запутая b. Что там? self.field плюс a, плюс b. Обратите внимание, что для того, чтобы получить доступ к инкапсулированному имени, надо обязательно указать тот объект, внутри которого она лежит. Мы не можем, как в C++ или в Java написать здесь просто slow field. Просто slow field это обращение к глобальному numspacer. Ну или к локальному. Но не к инкапсулированному внутри объекту numspacer. Это понятно? Если мы здесь напишем просто field, то мы его будем искать, ну где? В globus и в locals. Больше нигде. Давайте создадим какой-нибудь, сконструируем какой-нибудь конструктор. Ну вот. Так. Вопросы по этому кусочку. Мне кажется, тут все довольно очевидно. Никаких синтаксических ухищрений, повторяю, как в том же C++ или Java, когда мы можем не писать вот здесь вот имя объекта. Нету. Все до тупого просто. Есть функция, она называется мет, у нее три параметра. Первый параметр это объект, которым она применяется. Второй параметр и третий это значит, собственно, какие-то параметры. Вот. И если мы хотим использовать поля нашего объекта, мы должны имя объекта писать в начале. Вот. По договоренности оно self, но совершенно не обязательно. Вот. Значит, теперь смотрите, у нас таким образом у нас конструируются объекты, в которых по умолчанию уже есть какие-то поля. Видите? Вот. Field имеет. поскольку поле field у нас константное, да, ну, это же целое число, целое число неизменяемое, то мы можем совершенно смело говорить d.field field плюс равно 1 и у нас тогда будет 6, а c, скажем, b.med будет все еще 5. Понятно, да? Потому что как только мы перебиваем это поле, вместо, вместо, значит, поля класса мы видим поле объекта и все хорошо. Но меня, честно говоря, уже достало. Каждый раз думать, мы смотрим на поле объекта или на поле класса. Не дай бог у нас в поле класса будет, ну, не знаю, там список какой-нибудь, и мы его внезапно начнем модифицировать. Понимаете, да? То есть, вот, смотрите. Да, можно прям подсунуть туда. c.l равняется шмяк, да? Ой, b.l .append там, не знаю, раз, два, три. Ой, промахнулся. Ну и да. Это было поле класса. Короче говоря, ну, этим можно пользоваться. Например, у нас такое будет общее поле для всех объектов, в которое можно что хочешь положить, оттуда что хочешь достать. Ну, по-хорошему, конечно, опасно. По-хорошему, хорошо бы, чтобы при создании каждого объекта его поля в этот момент туда пропихивались в его namespace. То есть, нам нужен какой-то конструктор. Нам нужно описание, какие поля заводить в объекте в момент его создания. Вот сейчас, вот здесь, например, написано, что в момент создания класса у нас было заведено поле field и поле met, являющееся методом. А нам нужен механизм, как завести поля в момент создания объекта одного. Ну, это все довольно просто. Для этого служит специальный метод, который так и называется init. Правда, поскольку внутренний, поскольку это спецметод, он называется не init, а два подчеркну, init, два подчеркну. Видимо, мне пора уже переходить к с каком-нибудь, каком-нибудь редактор. Да? Ну, вот, не знаю, self. Здесь напишем что-нибудь типа self. Обратите внимание, обязательно надо писать имя объекта. Если мы напишем что-нибудь типа такое, там, field равно, равняется 100500, то мы сделаем что? Мы перебьем имя field локальное или глобальное, в зависимости от того, где оно лежит. Но мы ничего не сделаем с namespace объекта. Чтобы написать, чтобы врезать в namespace объекта, нам нужно написать self. вот теперь, да, мы пропихиваем, мы завозим поле прямо в объекте, потому что метод init будет вызываться после того, как объект создан, но перед тем, как вам его вернуть. Вот. Ну, там, давайте еще какой-нибудь, какой-нибудь этот самый. метод. Ну, как бы, так, да? Что там у нас? b.met под 100. Ну, вот. Все вроде хорошо. Вот эти скобочки как бы намекают нам, что туда можно что-нибудь засунуть. Как вы думаете, куда приедет, если мы здесь написали 100, куда приедет вот это 100? нет, нет, Да, он приедет в init в качестве очередного параметра. Да. Вот, например, так. Давайте, давайте ради, ради красоты напишем вот так, вот, чтобы не путаться. Во! Смотрите, что при этом получится. Это значит, что мы теперь конструируем объект, у которого мы пропихиваем значение по умолчанию вот здесь. Давайте какой-нибудь еще d. Что там d.met что я сделал не так? А, лишний скобчик поставил. Ну вот, it works. Таким образом, поля класса вот при такой, таком способе организации объектов нам, в общем-то, и не нужны. Да? Нам нужны поля объектов, которые мы создаем в ините. Поля класса нужны только для двух вещей. Первое, для того, чтобы ввести какое-то общее поле, которое мы никогда не будем менять, или, как в примере со списком, который, если мы будем менять, мы увидим из всех объектов. И второе, для того, чтобы можно было их задокументировать. Ну и аннотировать. Про аннотации поговорим потом. Вот. А в любом другом случае мы, вообще говоря, живые поля заводим в ините. Вот. Собственно, первая итерация разговора про классы, я бы даже сказал, закончена. Давайте, если вдруг какие-то прям вопросы возникли прямо сейчас, задавайте, если нет, поедем дальше. Вот. Видимо, нет. То есть, смотрите, как все это читать? Тут, как бы, нет никаких таинственных интерпретаций поверх того, или за рамками того, что написано. Мы говорим, создаем конструктор объектов, он называется C. В этом конструкторе объектов есть... Да, кстати, давайте вот что сделаем. Давайте, я забыл одну вещь сказать. Смотрите, какая штука. Вот у нас есть наш класс класс C и наши экземпляры класса D и B. Так вот, например, в объекте B у нас есть метод мет и полифилд. А в классе C у нас нет полифилд. Мы его там не задали. Вот он, видите, его нет. Мет есть, а филд нет. Ну, это понятно, почему. Потому что мы его не задали. Мы метод, мы полифилд задаем при конструировании объекта. Ну, так вот, как это читать? У нас есть конструктор объектов под названием C. В этом конструкторе определено два метода и нит, и мет. метод и нит, как я уже говорил, вызывается всякий раз после того, как питон создаст экземпляр класса C. Но перед тем, как он нам его вернет, чтобы мы могли им воспользоваться, соответственно, вот этот самый экземпляр класса, который создал питон, передается вот сюда. Если у нас у и нита есть какие-то параметры, они передаются вот сюда, и мы можем этими параметрами с ними что-то сделать. Метод и нит в первую очередь нужен для того, чтобы создать пространство имен нашего экземпляра класса, нашего объекта. Чем мы, собственно, и занимаемся? Мы заводим в нем поле field, опять-таки, с помощью self, заводим в нем поле field, присваиваем, как бы, ссылаемся в этом поле на какой-то, на какой-то, на какой-то объект и благополучно и нит, собственно, завершается. То есть, когда мы вызываем наш конструктор, вызывается и нит, и полученный объект приезжает к нам. А еще у нашего конструктора объектов есть класс поле мет, то есть метод мет, который можно вызвать вот так, передать ему один параметр, вторым параметром, в смысле, нулевым параметром будет, собственно, тот объект, к которому мы его применяем. Ну и, собственно, вот он так работает. Вот. Не забывайте, когда вы пишете на питоне, что любое обращение к инкапсулированному имени всегда происходит через имя того объекта, внутри которого это имя лежит. Никаких умолчаний, ничего такого нет. Вот. Вот куда теперь, в какую сторону ехать? Дайте мне подумать. Давайте в самую интересную сторону поедем. Как раз сегодня можно с этим поговорить. А? Да, конечно. Вы говорите, что если коншанты, а можно как-то явно понимать, что переменные взять? Нет никаких переменных в питоне. Рассказывайте, что вы хотите сделать. Ну, в смысле, как-то явно показать, что мы не можем изменять? Не можем изменять что? Ну, си есть. Не-не-не, не надо про си. Вы вопрос задайте. Вы хотите явно указать, что вы что-то не можете изменять. Что не хотите изменять? Ну, а объекта, а объекта, а объекта, а можно обозначить? Я не понимаю вопрос. Вы говорите, что класс можно написать полис для объекта, да? Ну, смотрите. Класс — это пространство имен. Пространство имен можно завести, какое хочешь имя. Этим именем вы можете связать, какой хотите объект. то есть, вы спрашиваете, можно ли создать неизменяемое пространство имен? Я не вижу в этом смысла. От чего? Нет, слушайте, вы говорите, как это, это как про спаржу, да? Я очень рад, что я ненавижу спаржу, потому что, если бы я ее любил, мне пришлось эту гадость есть. Вы говорите, надо создать неизменяемое пространство имен для того, чтобы нельзя было его изменить. Я не понимаю. Значение неизменить? Так они неизменяемы, то есть, целочисленные значения не меняются. Меняем изменяемы только списки. И словари, и множество. А, скажем, целые числа или строки, они константные, их нельзя изменить. Сделать так, чтобы нельзя было больше как бы выполнять операцию связывания над именем, мне кажется, это плохая идея. Сделать это можно. Но для этого нужно перегрузить саму операцию связывания. Вот если вы перегрузите операцию связывания, то вы можете, так называемый гейтеро и сетер, мы про это поговорим, то вы можете сделать так, чтобы она при выполнении что-нибудь такое ругалась или не делала ничего, или что-нибудь в этом духе происходило. Просто так запретить связывать одним именем объект вы не можете. Но про гейтеро-сетер мы поговорим, конечно. Короче говоря, вот в том виде, в котором мы это видим сейчас, конечно же, любое поле может связывать любой объект совершенно безо всяких ограничений. Давайте мы вот про что лучше поговорим. Мы с вами видали довольно много вот таких вот методов, которые начинаются на подчеркивании. Их прям много-много. Да? Вот давайте мы обратно питончик запустим. Ну, не знаю, там какой-нибудь a равняется, ну, не знаю, ну, там трех zir вот a вон их сколько. Что это все за методы такие? Если на них внимательно посмотреть, мы внезапно узнаем в них название некоторых функций, которые мы можем применять к нашему целочисленному объекту, а также арифметических операций. Смотрите, вот это явно какое-то сложение. Давайте для начала посмотрим, что это такое. Это метод. Если это метод, то мы, наверное, можем писать вот так. Ой. теперь мы знаем с вами, что вызов метода объект.метод приводит к вызову некоторого метода класса, который называется add с двумя параметрами i9. Ничего удивительного, что add выполняет сложение, правда? Вот. Соответственно, если мы сейчас полезем в интернетике, ну, в документацию по питончику, и уйди, противное. Сейчас попробую найти. Ну, ладно, давайте просто полезем в документацию по питончику. Вот. И поищем, допустим, все тот же add. То мы увидим огромную статью в разделе data model про то, какие методы вот эти самые с так, прижим, прижим. Какие методы с подчеркиваниями за какие действия над объектами отвечают. В частности, вот это все арифметические операции. Да? Сложение, умножение, деление, матричное деление, помните такое, о котором блямбочка, я говорил, что его не существует в стандартах объектов, но оно существует, скажем, в классах, в массивах. Еще одно деление, одно из них, одно из них целочисленное, другое обычное. Вот. Что такое флордив, я даже не знаю. А, вот оно что, девмот. Да? девмот. Возведение в степень, арифметический сдвиг это операции больше, больше, меньше, меньше. Вот. Короче говоря, вот эти все, вот эти все методы отвечают за произведение, за то, что над нашим объектом можно произвести вот такие операции. Что, в общем, как бы намекает нам, что если мы в нашем классе зададим такие методы, то над ними, наверное, можно будет делать такие операции. Смотрите. Сейчас я подумаю, с чего начать. Давайте мы вот что сделаем. Прежде чем задавать методы, лучше расскажу про то, как что делать с объектом, чтобы его вывести, красиво вывести на экран. Предположим, мы хотим написать, ну, не знаю, вот здесь написать принт. Метод уберем пока. Сейчас, вот я должен, нам нужен этот, нам не нужен. Я, наверное, говорил уже, что абсолютно любой объект в питоне можно преобразовать в строку, совершенно любой. Вот. Просто такое преобразование будет выглядеть вот примерно так. То есть, если мы скажем, вот у нас есть объект B, тот самый, если мы скажем str at B, то мы видим примерно то же самое. Видите? Вот. То есть, вообще любой объект в питоне может преобразовать в строку. По умолчанию будет выведена вот такая вот штука. Некий донесикат. Вот. Вообще, говорит, неудобно. Я бы хотел, чтобы, чтобы, чтобы вот операция print B мне выводила какое-то содержимое B, а не вот это вот все. Да? То есть, я бы хотел, чтобы он там field F, например, вывел. Для этого нам нужно на самом деле определить метод, который будет описывать, как наш объект преобразовать в строку. Ну, не знаю. вот так, да? Давайте попробуем. оу. Оу. Видали? Значит, при этом смотрите, когда мы, у нас объект просто залипает в качестве последнего, последнего результата, выводится вот такое представление его. А вот когда мы явно говорим стр от B, то вызывается вот тот самый метод бла-бла, стр, который мы только что определили. И то же самое бывает, когда мы говорим print. Когда мы говорим print этот самый B, ну или там, не знаю, D, да? Вызывается тот самый метод бла-бла-стер, который мы определили. Вот. Это вот с чем связано. Дело в том, что когда мы выводим залипающий объект, вызывается не метод стр, а метод, если он есть, метод repr, representation. Вот. И метод representation, кстати, тоже можно преопределить. Вот. Ну, repr, вот B, вот такой метод называется. Но пускай он остается таким, хотя вот в некоторых случаях можно его преопределить. Главное, что мы теперь умеем преобразовывать объект в строку красиво, да? И стало быть, он умеет участвовать в функции print. Вау. Ну вот. А теперь можно же начать резвиться, да? Можно, например, написать сложение. Тут, правда, возникает одна забавная штука. А какой мы, вот мы сложили два объекта типа C. Какого должен быть результат? Типа C, наверное? Ну, сумма двух объектов типа C, какого типа должна быть? Ну, видимо, C. Значит, нам надо написать вот так, что-то типа C от self.field плюс azer.field О! Шмяк! B плюс D. У-у-у! Давайте как принт скажем. Принт. Оно работает? Обратите внимание, что в традициях, вполне себе, в традициях питоновских мы можем попробовать написать B плюс, там, не знаю, 23. И оно не будет работать не потому, что это запрещенная операция складывать B и 23, а исключительно потому, что при попытке выполнить вот эту вот строчку у нашего объекта 2, 3, 4 который туда передается в качестве под именем other, не нашлось поле field только поэтому. Если бы у него нашлось поле field, оно бы сработало. Ну, кстати, ваша рекомендация. Если я хочу написать сложение с целыми числами, какие мои действия? Можно проверить меня там изысканно скажется принадлежность к классу C. Да. Если это класс C, то вызывай вот .field, а если не C, то просто... просто пытаться складывать. Отличная идея. Давайте попробуем. Давайте для начала посмотрим про из-инстанс. Из-инстанс. Давайте только help у него посмотрим. Help. Объект класс. Ну, или под класс. То есть, если мы напишем из-инстанс из-инстанс B, запятая C, то будет true, а то если int, то будет false. Отлично. То есть, мы должны проверить, что наш объект является экземпляром класса C, и в этом случае смотреть в поле field, да, то есть, if из-инстанс что-то там азер. Сейчас, я уже забыл. Ну, я вот написал так, оно у меня получилось. Сейчас. Сначала объект, потом класс. Сначала объект, потом C. Пока так. Мы еще вернемся к этому, к тому, почему здесь нельзя писать C. Когда будем говорить про наследование. Вот. Если это так, то мы вот такой return делаем, а если нет, мы делаем, пытаемся сложить. C, вот, self, self. А? с C, вот это вот, мы просто явно преобразовываем число класса C. Что? Это конструктор? Опять-таки, смотрите, мы не стали проверять, что это сложение возможно. Мы просто решили, что поскольку у нас объект, который приехал, не является, не является экземпляром класса C, то мы даже не будем стараться из него извлекать какой-то филд. Хотя могли, кстати, написать и по-другому. Мы могли попробовать найти, что в объекте есть поле филд. Вот. И сказали так, ну ладно, тогда давайте попробуем сложить и посмотрим, что получится. Кстати, не самая плохая идея. ну-ка, B плюс C работает, плюс D работает, ну, принт, B плюс D, B плюс 1 работает, B плюс 1 плюс, там, не знаю, 3G, даже такое работает. Это комплексное число. И такое работает. Ну, очень хорошо. А такое не работает. все остальные арифметические операции реализуются примерно так же. За одним, за одним интересным исключением. Смотрите. Казалось бы, совершенно очевидно, как реализовано умножение строки на число. Ну, мы знаем теперь как, да? А. это то же самое, что а мул n. Казалось бы, все нормально. Вопрос, как работает вот такое? И почему? Ага. Смотрите, если мы сейчас напишем вот так вот, возникнет нечто странное. Откуда оно такое странное? Ну, смотрите, строка знает, как ее умножать на число. Строковый метод мул в курсе, что делать, если мы передали в качестве второго параметра число. Надо взять строчку и повторить ее на раз. Число не знает, как его умножать на строку. Целочисленный метод мул ничего не знает, что делать, если ему передали какой-то странный объект, не являющийся числом. Поэтому в действие вступает такая штука, которая в питании называется протокол. Протокол это договоренность о том, как должны быть реализованы некоторые методы и что они должны возвращать, чтобы в целом получалась какая-то сложная операция. Помните, мы говорили, например, про протокол итерирования, что метод должен уметь возвращать, что объект должен иметь метод итер или метод getItem. И если такой есть, то его можно засунуть в цикл, можно распаковывать и так далее. Так вот, протокол, связанный, скажем, с умножением, выглядит следующим образом. Ваш объект, который вы хотите научить умножать на число, вернее, не так, на который вы хотите кого-то научить умножать, например, должен возвращать специальный, это не исключение, это такой объект, типа notimplemented. это такой объект. И type у него, я думаю, что будет notimplemented type. Это было слово type. Ваш объект, если он не умеет умножаться на то, что ему передали, не должен отчаиваться. Он должен возвращать специальный объект под названием notimplemented. Тогда питон попробует вызвать, как было сказано с места правильно, давайте посмотрим, вызвать метод, который называется R-mool, правое умножение. Если попытка умножить число на строк вернула объект notimplemented, то протокол, который связан с умножением, увидит это и попробует вызвать вот такое. Та-дам! То есть может показаться, что наличие вот таких вот методов внутри объекта это всего лишь такой синтаксический сахар, но нет. Иногда под этим сахаром зарыт еще целый протокол, который позволяет программисту, который внутрь не залезает вот в этого всего, сделать еще красивее. Что-то я чувствую, что это огонь понимания в некоторых глазах полувял. Что непонятно? задавайте вопрос. Прямо сейчас. Это плохо. Внутри? Видимо ничем. Ну может и отличаться, если вы по-другому запрограммируете. Но сейчас для строк ничем не отличается? Ну да, более-то вот он понадобился вот прямо сейчас, когда мы пытались умножить число на строк. Могли, могли. Но когда мы пишем вот так вот а умножить на н маленькое, да? Это в точности означает вызов вот этого. Когда мы пишем вот так вот, это в точности означает вызов вот этого. И никак иначе. В точности. Да, конечно. То есть я написал n умножить на a, да? Это вызов методу mu объекта n. И протокол умножения говорит нам следующее, что если такая операция вернула нота имплемента, то значит надо попытаться сделать вот это. вот. Внутри метода mu или рисована что-то? Нет, замены вот такого на вот такое. А, понятно. То есть это не просто синтаксический сахар, мы не просто заменили вызов операции умножить на метод mul, но еще и проверили вот эту логику, что если вдруг метод mu вернул нота имплемента, поменять местами и вызвать rmul. Вот. Можно сеть, то есть если мы хотим сказать, что у нас на ну у нас допустим как-то реализовано умножение на наш объект. Ага. То есть нам надо вернуть mul и нота имплемента? Да. Ну вернее так, нам, смотрите, это довольно легко, кстати, смотрите, давайте прям сделаем это. Мы хотим реализовать умножение на наш объект, но нота имплемента нам вернет целое число при попытке умножить на наш объект. Да, если мы вот смотрите сейчас сейчас все будет. Да там по-моему rad тоже есть. так, у нас b, b, b плюс 1 работает. а вот 1 плюс b я подозреваю. а а цепорти температайп. Интересно, а почему? Должен этот клиент возвращать. Да, не сработал. А, его там нету, да? Давайте попробуем тогда сделать здесь. Даже не так. К вопросу о том, чем они отличаются. Я думаю, что ничем. Че, че, че? А, равно, равно. Это единичка нам вернула нота implemented. Мы написали вот так вот, да? Мы написали 1 точка вот так вот. Если мне позволено будет так сделать. Вот. Он вернул implemented. Питон посмотрел, есть ли метод erat. Он есть, он его вызвал, все хорошо. Если мы... О, у нас время заканчивается. Если мы сюда заглянем, мы увидим, что помимо арифметических операций, там практически все можно сделать. Квадратные скобочки можно перебить. Метод гитайте можно самому сделать. Операцию in. Да? Вот это и, это incremented, который плюс равно, минус равно, множить равно. Вот это все. Вот. Унарный минус там. В общем, черта в ступе. Про черт в ступе мы поговорим в следующий раз, потому что там еще есть много всяких хитрых операций. А, собственно, кажется, больше ничего нового я не расскажу. Ну, давайте какое-нибудь извращение сделаем. Вроде осталось 7 минут. Вот. Какое-нибудь совсем-совсем извращение. Что-нибудь такого типа? Что можно сделать вот от нашего, от нашего этого самого, с нашим элементом, если мы что-нибудь к нему приписываем в квадратных скобочках? Хорошо. А результат какой? Видимо, целочисленный. Хорошо. Self.field в степени idx. Пожалуйста. Вот. То есть, в действительности, мы можем довольно аккуратно описать класс, который поддерживает всевозможные арифметические и иные операции над собой. который поддерживает преобразование в строку, чтобы можно было принт делать. Ну, в общем, видимо, на это и будут домашние задания. Вот. Да. Да. Вопрос у молодого человека о том, что мы в любом случае имеем доступ к полю и можем его заменить. Да. Вот. Cartage. Это же класс? Ну, все они классы. А, ну, в смысле, вы хотите сказать, что в объект, который написан на C, мы не можем добавлять поля и удалять. Нет, я не про это. Ага. Я понял, ну, в питоне можно делать скрытые поля? Скрытые от кого и зачем? Чтобы мы не могли их применять. Опять. Можно ли сделать поля, которые мы не можем менять, для того, чтобы мы их не могли менять? Молодой человек, слайд, состерейк, правил, паблик. Ща, 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 ща. Вот я не умею отвечать на вопросы по аналогии. Хорошо. Задачу, какую мы решаем? Если нельзя по аналогии, то вряд ли можно задать вопрос. Смотрите, это значит, что вы не можете специфицировать задачу. Вот в следующий раз, когда у нас будет наследование, я расскажу, какая задача может возникнуть и как она в питоне решается. Да? Но пока мы не говорим про наследование, пока мы говорим только про один класс. Да? Довольно сложно эту задачу описать. Или вы можете? Так, мы хотим описать множество четырехугольников. Ага. Создаем класс. У нас есть поле сумму уголок. Ну, мы его будем где-то использовать. И если попытаемся это поле изменить, то там все порушится, связанное с вычислением. Там чего-то основанное на том, что в четырехугольниках сумма уголок 360 градусов. Да ладно. А если в этих самых градах измерять, то 400? А если в радианах, то вообще это самое сколько там? 2π, извините. Сейчас, 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 нет, нельзя. Вот в следующий раз, ладно? Значит, еще раз. Смотрите. Просто так, да, просто так запретить, взять и отменить операцию именования вы не можете. Вы можете, более того, смотрите, поскольку это питон, то предполагается, что... Сейчас, а вот в картеже мы же не можем сменять объект? Не можем. Ну, значит, там не будет разменований. Сейчас, минуточку. Мы картеж не можем изменять. Объект, на который ссылается с картежем, конечно, можем изменять. Почему бы нет? Смотрите. Конечно, мы можем изменять объект в картеже. Это картеж? Это картеж. Это объект в картеже? Конечно, мы можем изменять объект в картеже. Почему нет? Он же изменяемый. Изменяемый объект мы можем изменять. Неизменяемый – не можем. Все. Смотрите, еще раз. Вы написали какой-то класс. Вы пользуетесь объектом этого класса. Если вы решили перебить поле этого объекта, вы сам себе злобный буратин. Если вы решили его не перебивать, честь вам и хвала. Если вы так задизайнили ваш объект, что его поля можно перебивать, и вы его перебили, то честь вам и хвала самому себе злобному буратину. Ситуация, когда вы, будучи находясь в смещенном состоянии сознания, перебили поле объекта, хотя точно знали, что не надо в это делать, это плохая ситуация. Не надо программированием в таком состоянии сознания заниматься. Да. Да, я понял, понял. Значит, давайте я на этот вопрос отвечу в следующий раз, хорошо? Идея в следующем. Помните, мы к вам говорили про namespace, что вот есть какой-нибудь globals, да? И что мы можем просто сказать что-нибудь вот такое. И раз у нас появляется имя ААА. Нельзя ли с классом такую же штуку провернуть? Да? Вот у нас есть какой-то класс С, какой-нибудь, не знаю, да? Какой-нибудь класс С. Так, пора заканчивать. Какой-нибудь класс С, да? Нельзя ли ему с помощью каких-то операций вот таких вот внедрить в namespace поле с каким-то именем? С именем равный строк. Ну, в общем, я на этот вопрос отвечу. Я думаю, что можно. Хорошо. Но не сегодня. Все. Значит, еще вопросы по теме. Значит, повторяю. Мы сегодня всего лишь прошли две вещи, да? Что у нас есть класс, как конструктор экземпляров класса. И там, в общем, ничего нет, кроме правил видимости и все. И что очень много операций можно, если вы их задаете в классе, то в результате начинает работать синтактический сахар, связанный с этими операциями умножения, индексирования, все что угодно. Никаких ограничений на то, как это должно быть реализовано, нет. Вот у нас операция, операция, которая всегда, гитайцем, которая всегда соответствует индексированию, вместо этого возводит в степень. Очень часто любят перебивать операции арифметического сдвига, потому что они редко, когда нужны, кроме как на целом и числе. Которые больше, больше, меньше, меньше. Собственно, все. Значит, домашнее задание пока нету, но оно будет за выходные. В основном будет состоять в написании классов. Помните, у нас были задачки типа написать функцию. Вот теперь будет задачка типа написать класс, она такая же. Вопросы? Если нет вопросов, тогда всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok